Здравствуйте! Это «Итоги недели». Говорим о главном за минувшие 7 дней. И вот о чем расскажем сегодня. Жилье с видом на Финский залив. Предложение действительно для студентов высшей школы менеджмента СПБГУ. Все включено и комфортный быт, и технологичные учебные аудитории. Почему этот кампус уже называют лучшим в стране? Врачебная практика. Работа скорой помощи в блокадном Ленинграде. Что хранят пожелтевшие страницы уникального архива? И почему он был замурован в стене? Алло, ваш внук в беде. Как работают аферисты, обманывая пожилых? И в чьем обличье они могут появиться у вас на пороге? Она возвращается. Уткина дача. Усадьба, под надвосстановлением которой сейчас трудятся реставраторы. Когда былая красота вернется в эти стены? И что будет в господском имении после того, как оттуда уйдут строители? Искусство удивлять. В Петербурге фестиваль уличной культуры, эксперименты и импровизация. Попадем во власть трубодуров всех мастей. Ну и начнем с выборной темы. Впервые в России голосование проходит в течение трех дней. В Петербурге, кроме выборов депутатов Государственной Думы, еще выбирает и региональный парламент. По данным Центра избиркома, на 15 часов субботы явка в среднем по стране составила 25,64%. В Доме журналиста работает городской медиа-центр выборы 2021. Это центральная площадка для официальных заявлений Горизбиркома и Общественной палаты Санкт-Петербурга. А в Невской ратуши разместился общественный штаб наблюдателей. Завтра последний выборный день. 1940 избирательных участков откроют свои двери в 8.00 и в 8 вечера они будут закрыты. Ну и ровно в это время, в 20.00 на телеканале Санкт-Петербург стартует марафон «Ночь выборов». Ведущий Юрий Зинчук и гости в студии подведут итоги старого и встретят новый политический год. Подводить итоги также будут и в медиа-центре в Доме журналиста. Сотрудников СМИ ждут встречи с представителями городской избирательной комиссии, политтехнологами, представителями партии, кандидатами в депутаты, а также данные экзитполов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первое – это не просто улучшение жилищных условий для студентов. Это совершенно новый подход к процессу образования. В чем преимущество, рассказывали в пятницу высоким гостям. В кампусе побывали губернатор Петербурга Александр Беглов и спецпредставитель президента, председатель попечительского совета высшей школы менеджмента СПБГУ Сергей Иванов. Не без зависти на новые корпуса посмотрел и наш корреспондент Евгений Соловьев. Первым делом Сергей Иванов и Александр Беглов оценили условия, в которых будут проживать будущие бакалавры. К новому учебному году открыты пять корпусов студенческого общежития, а всего их будет девять. Если живешь там, где учишься, получаешь не только знания, но и время, которого в студенческие годы всегда в обрез. С логики логистики экскурсию по кампусу начинает ректор СПБГУ. Пять часов в день студент тратил на дорогу. Современная мебель и техника, гибкие многофункциональные общественные пространства, дополнительные места для учебы и творчества. В общежитии, кроме всего, созданы жилые блоки для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. По большому счету, чтобы получать знания, им даже нет необходимости покидать общежитие. Современные мультимедийные системы, которые есть в каждой комнате, покажут не только любимые программы, но и виртуально перенесут в аудиторию, где идут занятия. Когда он по каким-то причинам остался дома, он на самом деле может продолжать учиться в удаленном виде. И тогда онлайн, которого все так боялись, который все хотят отказаться, он становится повседневной реальностью для студента, которому почему-то в этот момент хочется или удобно учиться дома. В период коронавирусных ограничений новые технологии уже лучшим образом себя зарекомендовали. Даже закрытые границы не прервали образовательный процесс, в котором задействованы в том числе иностранные преподаватели. Читать лекции в высшей школе менеджмента СПБГУ почитают за честь профессора с мировым именем. Каждый урок неповторим? И да, и нет. Для студентов ВСМ, пропустивших занятия, дай списать конспект. Фраза навсегда ушедшая в прошлое. Все, что здесь происходит, все записывается. И любой студент, который по какой-либо причине не смог присутствовать на этой лекции, спокойно, заходя потом в облако, может просмотреть лекцию. Ввод в эксплуатацию пяти корпусов общежития – это лишь один из этапов масштабного проекта по созданию современного студенческого городка на территории памятника Михайловская дача, бывшей летней резиденции царской семьи. Старт проекту дал лично президент Владимир Путин. Значительные средства в реализацию этих планов вложил не только город. Нужно было сделать сложение сил, как правительство Российской Федерации, как бизнеса, привлечь бизнес и большой бизнес, но то же самое, как и правительство Санкт-Петербурга. Вот это хороший пример взаимодействия трех основных сил, которые, в общем-то, и позволили создать такой кампус. Сегодня Михайловская дача – это комплекс сооружений, гармонично вплетенных в парковый ансамбль исторических зданий. Место выбиралось Германом Грефом, когда-то еще в бытность его работы в администрации Петербурга. Выбиралось, как говорят, с далеким прицелом и большим вкусом. По обе стороны от обширных территорий кампуса два ключевых объекта не только в масштабах города – Дворец Конгрессов и Музей-Заповедник Петергов. Эти земли, по словам главы попечительского совета вуза, будут использоваться максимально эффективно в интересах студентов и преподавателей. Мы будем строить коттеджи для магистратуры, для магистрантов. И преподавателей, в том числе и иностранцев. И вот тогда вместе с созданием спортивных сооружений мы выйдем на побережье Финского залива, поскольку по решению президента вся эта территория между Константиновским дворцом и Петродворцом выделена только для высшей школы менеджмента. И это не какое-то заоблачное будущее. На реализацию всех планов по завершению строительства первого в России студенческого кампуса мирового уровня уйдет три с половиной года. Учиться в университете, где буквально каждый уголок пронизан духом старины, но при этом иметь в своем распоряжении самые современные образовательные технологии по-настоящему царская роскошь. Выпускники прошлых лет теперь могут в лучших традициях базаровских героев по-стариковски ворчать. В наши годы такого не было, но правда теперь в этой сентенции исключительно зависть, никакого упрека. Евгений Соловьев, Игорь Востряков, Дмитрий Родригес, Александр Семенов. Итоги недели. Телеканал Санкт-Петербург. Важным для каждого назвали Петербург все развитие науки и технологий. Большинство согласилось с тем, что этот процесс направлен на благо общества. В ходе опроса на интерактивном сервисе «Городской диалог» горожане также признали, что доверяют мнению российских ученых. Об этом сказали 28% опрошенных. 22% отметили, что престиж ученых в российском обществе за последний год вырос. На вопрос «Хотели бы вы, чтобы ваши дети связали свое будущее с наукой?» Больше половины респондентов ответили утвердительно. В общей сложности 52% «нет» и «скорее нет» сказала лишь 21%. И 27% затруднились с ответом. Добавлю сервис «Городской диалог». Работает на портале и в мобильном приложении «Единые карты петербуржца». Опросы на самые разные темы там проводят регулярно. Принимать в них участие могут только авторизованные пользователи ЕКП. Точка в громком уголовном деле. Охищение при ремонте в Петербургской консерватории имени Римского Корсака. Во завершение расследования на этой неделе объявил Следственный комитет России. Вскоре перед судом предстанут Елена Завадская и Евгений Ярмаш, руководители компании «Меандр». В 2017 году компания заключила госконтракт на 606 миллионов рублей. Получила аванс почти 200 миллионов. По версии следствия, фигуранты уголовного дела даже не собирались выполнять условия контракта. В итоге деньги растворились на разных счетах. Завадская и Ярмашу вменяют мошенничество в особо крупном размере и легализацию денежных средств, полученных преступным путем. Если вина в суде будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы. Добавлю, из-за недобросовестных подрядчиков ремонт консерватории, объекта культурного наследия, затянулся на 6 лет. В прошлом году в ситуацию вмешался президент. Владимир Путин призвал, наконец, завершить реконструкцию. По планам это произойдет в 2024 году. Важное государственное решение. Защитники и жители блокадного Ленинграда получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Указ подписал Владимир Путин. Об этой инициативе президент сообщил накануне на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Она проходила в форме видеоконференции. Глава государства назвал поддержку блокадников священным нравственным долгом. Неизвестные страницы блокадной истории еще требуют детального изучения уникальный архив ленинградской скорой. Несколько сотен конторских книг нашли еще 17 лет назад. По записям в них можно проследить, как менялся характер вызовов врачей с момента, когда фашисты замкнули вокруг Ленинграда кольцо. Сначала привычные еще для мирного времени неотложные случаи, но уже в ноябре 41-го истощение, алиментарная дистрофия. Врачи скрупулезно фиксируют все. От графика выездов до симптоматики заболеваний, с которыми приходилось сталкиваться. Что еще хранят пожелчевшие страницы и почему архив был замурован в стене? Ответы искал Артем Шарипов. Первым врачом скорой погибшим в блокаду стал Юлиус Эдер. Его убило осколком, который влетел в кабину медицинской кареты. Бригада ехала на вызов к набережной Пряжки, но на пересечении с декабристов попала под вражеский снаряд. Юлиус Эдер сидел рядом с водителем. Медбратья вышли из машины, переложили его в машину и поехали дальше. Трагедия случилась в октябре 41-го. Бомбардировка в тот день убила не только врача. В районе прогремело еще несколько взрывов. Для медиков к февралю 42-го лечить подвраженскими фугасами станет обыденным делом. Из-за экономии бензина выезжать они в основном будут как раз на так называемые артиллерийские очаги поражения. Выезжали больше в зоны поражения все-таки, потому что там ранения, так сказать, опасные, кровавые. Медицинская помощь в первую очередь. Ну, первая помощь медицинская. К пациентам с другими симптомами бригадам придется ходить пешком. Обыденным было сообщение о крайней степени дистрофии. На пожелтевших страницах конторских книг можно встретить детальное описание симптомов этого патологического процесса. Особенно последней его стадии. В момент дистрофии у них своего рода деменция такая начиналась. Они начинали как-то по-детски все кругом воспринимать. Они начинали как-то очень возбужденно говорить. То есть менялось не только физическое состояние человека, но и психическое состояние тоже менялось. Всего архив состоит из почти двух сотен книг. Часть из них находится в городской станции скорой помощи, а часть в музее блокады Ленинграда. Нашли документы еще в 2004 году, но до сих пор досконально не изучили. Но самое странное, что нашли этот архив зумурованным в стене. Видимо туда его поместил главврач скорой времен блокады Мейер Мессель. Но для чего неизвестно. Может быть в этих архивах найдут нечто уникальное, что ответит нам и на этот вопрос. Сейчас же по документам мы узнаем только о самой жизни в блокадном Ленинграде. Как по мере ухудшения ситуации с продовольствием граждане стали жаловаться на отравление. Пытались есть все подряд. А когда в городе были сильные морозы, травились угарным газом, пытаясь согреться у буржуек. Но прежде всего документы рассказывают о работе самой скорой. Они работали по 20-25 суток в месяц. То есть это дежурство. И мы в журналах, в записи врачей, мы можем наблюдать, что подстанция номер 4. Врач такая-то сдала дежурство и сама у себя приняла дежурство. И так по 5-7 дней. В таком режиме работали все медслужбы Ленинграда. Все стационары, поликлиники и все 4 медвуза, которые продолжали готовить специалистов. Более того, Институт эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в военных условиях смог создать вакцину от цепного ТИФ и тем самым победить эпидемию. Вакцинированы были только наиболее угрожаемые группы. Это врачи, это учителя, это те, кто имеет наибольший контакт с детьми. В блокадном городе, кстати, это была единственная эпидемия, хотя враг рассчитывал на несколько масштабных. В истории войн, как известно, часто не выдерживали осады именно из-за болезней. Но в Ленинграде ничего подобного не случилось. Нет водопровода. То есть ничто не работает. И ни одной вспышки. Весной, это вы знаете, все встали на уборку города. Но дело не только в этом. Работала противоэпидемическая служба. Так, как ни одна в мире служба не работала. Чего говорить ленинградцы в условиях блокады сдавали кровь для фронта? По данным послевоенного доклада, министр здравоохранения Андрея Третьякова, пятую часть крови для раненых солдат дали люди из блокадного города. Артем Шарипов, Артур Хабибов. Новости. Итоги недели. Теперь к другим темам. С 20 сентября Петербург перейдет на регулярное отопление. По поручению Александра Беглова, коммунальные службы ускорили подключение к теплу социальных объектов и жилых домов. О других городских событиях, которые попали в рабочую повестку губернатора, подробнее расскажет Александр Буренин. Это хорошая работа и благодарность от наших жителей. Новая развязка западного скоростного диаметра на Шуваловском проспекте развяжет руки тысячам водителей. Больше не нужно стоять в пробке на двухполосной улице Планерной. Можно сразу же выезжать в сторону Васильевского острова или Выборгского шоссе. Глава города лично запускает движение по магистрали и уточняет, развитие дорог в городе продолжится. Следующий шаг – возведение примыкающего к скоростному диаметру участка рядом со Шкиперским протоком. Очень рад, что у нас получилось именно начать работать по Шкиперской развязке, потому что действительно большая территория. Там действительно возникают сейчас большие пробки. Это даст возможность расшить, сделать еще один съезд на ЕВДЕСКО и съезд на ЗСД. В Петербурге в этом году откроется более 40 общественных пространств. На Васильевском острове стартовал осенний марафон. Парк, оформленный по мотивам знаменитого фильма Георгия Данелии. И он уже стал центром притяжения для местных жителей. Детали картины сошли с экрана. Здесь и телефонная будка, из которой герой Олега Басилашвили звонил любимым женщинам. И центральная дорожка в виде знака бесконечности, как символ его движения по кругу. Здесь был пустырь, теперь здесь благоустроенный сквер вполне приятный. А все нравится. Во-первых, напоминание о фильме. Во-вторых, природа вот такую. Ну, здесь вот просто посадили. Посмотри, да, и можешь сказать, ботанический сад небольшой. Даже шторм не смог помешать Петербургу укрепить свои позиции на нефтяном рынке. Символическая свая нового терминала погрузилась в землю. Строительство даст возможность увеличить ресурсный трафик. Только сегодня через город проходит 9 миллионов тонн в год. Новые резервуары будут возведены по технологии двойных стаканов. Это устроит и оптимистов, и пессимистов с экологической точки зрения. Стакан в стакане, по сути, представляет резервуар, состоящий из двух стенок. Основная стенка резервуара, где хранится продукт, и вокруг него двойная, вторая стенка защитная, которая в случае повреждения стенки основного резервуара в межстенном пространстве способна вместить весь розлитый продукт. Этим обеспечивается надежность. А во Фрунзенском районе будут производить компьютерные модули на площади 4000 квадратных метров. Здесь разместили несколько конвейерных линий и цех для ручной сборки. В современном мире микросхемы уже практически не паяют, а печатают. Поэтому и оборудование похоже на небольшие печатные станки, которые при этом требуют очень тонкой настройки, как струны на музыкальном инструменте. Да, машина делает все сама, но человек должен следить за процессом, чтобы итоговый продукт не фальшивил. Это начинка для современных компьютеров и систем «Умный дом». Губернатор отметил, что одной из важнейших задач для города является развитие высокотехнологичного производства. Группа работает с Петровским колледжем, который здесь недалеко находится, уже приглашает на практику, на обучение уже ребят, которые там учатся. И большинство ребят уже здесь работают. С хорошей заработной платой, с хорошей квалификацией. Поэтому я хотел бы еще раз поздравить компанию с успешным завершением проекта. Но Санкт-Петербург будет и дальше делать все необходимое, чтобы привлекать такие, скажем, умные инвестиции. Сегодня более 50% профильного рынка составляют импортные детали. Открытие подобных площадок – первый шаг к изменению ситуации. На этой неделе 80 лет петербургскому ученому с мировым именем онкологу Владимиру Семиглазову. Губернатор поздравил профессора с юбилеем и вручил ему знак отличия за заслуги перед Санкт-Петербургом. Александр Беглов подчеркнул – открытие и методы лечения Владимира Семиглазова используют сегодня врачи во многих странах. Благодаря соцсетям на этой неделе публичным стал вопиющий конфликт, который произошел между водителем социального такси и его пассажиркой. В сеть ролик выложила одна из свидетельниц. Ей, кстати, тоже досталось от агрессивного мужчины. Сюжет этой истории довольно прост. Пожилая женщина-инвалид слишком долго выходила из поликлиники к машине. Это не понравилось водителю. Ну а дальше от грубых слов он быстро перешел к делу. Ударил пенсионерку по голове, а женщине, пытавшейся заступиться, плюнуло в лицо. Бестыжий! И не смотри на меня даже! Да, я зуб отнимаю такой! Еще раз повторюсь, благодаря публикации в интернете история эта получила широкую огласку и замять ее не получилось. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают следователи. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Агрессивный водитель задержан. Ну а теперь о том, как пенсионеров обманывают. Схем много, они всем известны, но пожилые люди по-прежнему попадаются на удочку аферистов. Самый беспроигрышный вариант – звонок с тревожным сообщением «Ваш внук в беде! Несите деньги!». Оперативники уголовного розыска в Петербурге задержали как раз одну такую парочку, которая лгала, не давала старикам опомниться и вытягивала из них все сбережения. Теперь о своих махинациях лжеследователь и его ассистентка рассказывают полицейским Елена Болдышева с подробностями. Внук в беде, нужны деньги. Оперативники уголовного розыска задержали лжеследователя и его ассистентку. Обвиняемые в мошенничестве звонили пенсионерам и рассказывали о проблемах у родственников, требовали передать деньги. Этот человек хотел быть следователем, представлялся сотрудником различных силовых ведомств. Мечта сбылась вот так. В сопровождении людей в форме этот мужчина выехал на первый в своей жизни следственный эксперимент, главным героем которого стал он сам. Как фигурант уголовного дела о мошенничестве. Ведь именно он позвонил пенсионерке из Сестрорецка и наврал про аварию, в которую якобы попала ее внучка. Звонок был якобы от федеральных властей. Меня мучили два с половиной часа. Я старалась доказывать, что это все вранье. Они меня убеждали. 90-летняя пенсионерка передала таксисту 700 тысяч рублей, якобы для решения проблем с аварией. Такси вызвал сам лжеследователь. Встречался с таксистами, поднимали посылки. Что было в посылках? Денежные средства и передачки. Передачки кому? Кому вы это себе передавали? Не знаю, никому не передал. Оперативники угрозыска пригласили и таксиста в качестве свидетеля. Мужчина рассказал, как было на самом деле. Молодой человек представился Глебом, сказал, что бабушка не сможет поехать по заказу, по данному показу, что нужно забрать у нее пакет с вещами. Посылки встречала дама нордической внешности и характера. Получала 7 тысяч за каждую. Меня отвели в заблуждение знакомый мне человек, с которым познакомили буквально на днях. Сказал, что надо просто помочь взять посылку с такси. То есть ничего против закона в этом нету. Ну, не бойся, все нормально, он тебя не задержит. Задержали, отправили под домашний арест ее компаньона, лжеследователя, за решетку. В их портфолио оперативники добавили еще один эпизод. В сентябре у другой 90-летней пенсионерки они забрали 50 тысяч на лечение внучки. Оперативники уголовного розыска не исключают, что список преступлений расширится. У аферистов, которые специализируются на обмане пожилых, в арсенале десятки схем. Они могут делать поквартирный обход, предлагать замену кранов, розеток, радиаторов, продавать ненужные вещи в десятки раз дороже их реальной стоимости. Так произошло с Людмилой Шелковой. Мошенники встретили ее у дома. Предложили купить посуду, когда пенсионерка отказалась, настояли принять в подарок и напросились в гости. Но чувствую, что мне не отвязаться от них. Хочу, чтобы быстрее они ушли. И не знаю, как это сделать. Пойти на помощь к соседке, что я ей скажу. Меня ж никто не трогает. В общем, я дала 300 тысяч. Когда гости ушли, 90-летняя женщина обнаружила, что из серванта исчез миллион. На этом заключения пенсионерки не закончились. Она услышала по радио номер некой горячей линии. Якобы там помогут, если вас обманули. После обращения последовал звонок от неизвестных с требованием перечислить деньги. 700 тысяч. Я в растерянности. Она говорит, да вы не волнуйтесь. Вам все вернут. Все вернут деньги. И она меня заставляет переслать и штраф, и налог. Небольшими суммами. Дескать, так быстрее. Аферисты звонили с помощью IP-телефонии. Несмотря на это, полицейские вычислили мошенников. А расследование уголовного дела вывело на целую серию. Сотрудники Главного следственного управления Петербургской полиции установили десятки потерпевших. Все звонили на горячую линию, которую рекламировали по радио. На днях дело передадут в суд. Елена Болдышева, Алексей Хосянов, Виталий Брайлянч, Александр Карандасов. Новости итоги недели. Мы продолжаем. И вот что вы увидите во второй части нашего выпуска. Она возвращается. Уткина дача. Усадьба, над восстановлением которой сейчас трудятся реставраторы. Когда былая красота вернется в эти стены? И что будет в господском имении после того, как оттуда уйдут строители? Искусство удивлять. В Петербурге фестивали уличной культуры, эксперименты и импровизация. Попадем во власть трубодуров всех мастей. В Петербург пришел антициклон. Стоит ли ждать потепления? Подробный прогноз в конце выпуска. Ревакцинация от коронавируса на этой неделе. О ее необходимости напомнили на самом высоком уровне. Владимир Путин призвал россиян вовремя делать повторную прививку и следить за титрами антител. Глава государства пояснил, что вынужден уйти на самоизоляцию, потому что в его окружении не все отнеслись к ревакцинации ответственно. В Петербурге ответственное отношение к повторной вакцинации продемонстрировали работники культуры. В поликлинике больницы имени Боткина актеры, режиссеры, чиновники от культуры выбирали, какой вакциной будут прививаться повторно. Сейчас доступно четыре отечественных препарата. Юрий Щербаков продолжит тему. Какие документы требуются? Ну, паспорт. Только потому что все остальное в компьютере. Это уже третий визит. Все, пожалуйста. Спасибо еще раз. Кто болел или на ревакцинацию, те на спутник Лайт. А кто первый раз и нет антител, те приходят на обычный спутник. После прививки есть только ощущение недавнего укола и не больше того, потому что все остальное меня миновало. Кто-то испытывает подъем температуры ненадолго. Так было у моего сына, например. Самое главное – этого не бояться и следить за температурой, потому что даже врачи предупреждают, что при задержке высокой температуры надо было принимать жаропонижающее, а потом, если это не помогает, только тогда уже не паникуя обращаться к врачу. Мне 83 года. Я пережил здесь всю блокаду. Слава Богу, потом не болел. Ну, вот последние годы что-то набежало. Единственная защита против вот той страшной болезни, которая коснулась многих моих близких, известных мне людей, это был повод сначала, это просто искренне убежденность, что прививка – это единственное оружие против таких инфекций. Поэтому все в семье к этому отнеслись совершенно однозначно. Да, идем прививаться. В феврале мы получили вторую, сейчас ревакцинация для того, чтобы как-то закрепить. Одни специалисты рекомендуют ревакцинироваться тем же препаратом, что была сделана первая прививка. Другие уверены, что гораздо лучшего результата удается добиться, если ревакцинация произведена совершенно другим препаратом. Так или иначе, ясно одно, во время пандемии прививаться стоит раз в полгода. Юрий Щербаков, Андрей Осин, новости телеканал Санкт-Петербург. В Петербурге планируют привитие от гриппа больше трех миллионов человек. Вакцинация началась в сентябре. И одновременно с ее стартом специалисты Центра управления регионом зафиксировали в соцсетях всплеск вопросов от горожан о том, где и как сделать прививку, а также о правилах подготовки к ней. Так, Петербурженка на днях поинтересовалась в официальной группе администрации Невского района ВКонтакте, существуют ли мобильные прививочные пункты, а также когда стартует вакцинация детей. В течение суток с Ксенией связались сотрудники районной администрации и сообщили о старте вакцинации детей от гриппа, что для нее применяются такие препараты, как ультрикс-квадри и сови-грипп. А также, что вне медицинских учреждениях можно сделать прививку от гриппа в ТРК Лондон Молл, в Невском центре, в Ледовом дворце и в МФЦ. Какие прививки показаны людям старше 60 лет? Это еще один популярный вопрос. В Комитете по здравоохранению уточняют, что это сови-грипп, и вакцина уже отгружена в амбулаторную сеть. Конечно, много вопросов о том, можно ли сочетать вакцину от ковида и от гриппа. Специалисты поясняют, вакцинацию от ковид-19 необходимо проводить отдельно от других вакцин. Минимальный период между прочими вакцинациями и прививкой от коронавируса составляет один месяц. Я добавлю, задать вопросы или оставить обращение может любой горожанин на официальных страницах органов государственной власти Петербурга, ВКонтакте, а также на личной странице губернатора Александра Беглова. Сегодня Петербург стартовал вместе со всей Россией и Кросснацией. Как всегда, в третью субботу сентября по традиции забег начался ровно в полдень после выстрела пушки на Петропавловской крепости. Вот только маршрут в этом году проложили не в исторической части города, а на Крестовском острове вокруг Газпром-арены. В нем приняли участие около тысячи человек. О других заметных событиях короткой строкой в нашем обзоре. Одна вакцинация, двое вакцинированных. В Петербурге прививку от коронавируса впервые сделала беременная. Женщина по профессии врач и не понаслышке знает, как опасен ковид. Ее решение привиться спутником было продуманным. Тем более, что беременность не является противопоказанием для вакцинации. Главное сделать это в срок. Строго до 22 недель. Биржевой мост готовят к реконструкции. Ориентировочно движение по переправе полностью закроют в начале октября. Работы займут полтора года. Главная задача – заменить бетонную плиту, которая находится под асфальтом. За все время эксплуатации биржевой мост ни разу не ремонтировали. Рейсовый автобус сгорел в четверг утром на Планерной улице. Он следовал в парк без пассажиров. Водитель пытался потушить пожар своими силами, но безуспешно. К прибытию спасателей пламя охватило всю машину. Были задействованы 9 человек личного состава и 2 единицы техники. Возгорание ликвидировали, однако автобус восстановлению не подлежит. Прокуратура назначила проверку по факту ЧП. В Петербурге проверяют готовность дорожных предприятий к зиме. Улицы города в холодный сезон будут убирать без малого 2000 единиц техники. 500 спецмашин закупили в прошлом году. Это всесезонная техника. В зависимости от задач на машинах меняют лишь навесное оборудование. Соль для борьбы с гололедом коммунальщики будут по-прежнему использовать, но обещают, что только в необходимых для безопасности движения объемах. С 1 октября Финляндия начнет выдавать визы россиянам, у которых ранее был многократный шенген, выданный Суоми на срок не менее двух лет. Правда, туристов соседи пока не ждут. Пускать намерены студентов и работающих в Финляндии, а также родственников граждан страны. Разрешат и въезд с деловыми целями. На границе попросят предъявить отрицательный ПЦР-тест. Банду автоугонщиков задержали петербургские полицейские. Воры промышляли хищением корейских внедорожников с использованием специальных сканирующих устройств. По версии следствия, главарь преступного сообщества, 41-летний петербуржец, организовал и курировал бесперебойную работу группы. В настоящее время оперативники устанавливают местоположение похищенных иномарок. Музей-заповедник «Царское село» стал обладателем уникального экспоната. В коллекцию передали фрагмент картины с изображением императрицы Екатерины I. Эксперты считают, что это часть большого полотна, посвященного коронации супруги Петра Великого. Они также уверены, что изображение является прижизненным. Ранее фрагмент картины находился в частных руках. Приобрести его для музея удалось благодаря компании-меценату, которая безвозмездно передала экспонат царскому селу. Стоимость покупки не разглашается. Историческая усадьба Уткина дача на Малой Охте переживает сейчас свое второе рождение. Там идут восстановительные работы. Памятник был в плачевном состоянии. Неудивительно, что на его реставрацию требуются годы. Воссоздают усадьбу по чертежам XIX века, картинам и фотографиям. Когда былая красота вернется в господский дом? И что будет там после завершения всех работ? Расскажет Александр Атлагешеев. Реставрацию усадьбы начали с восстановления главного корпуса, построенного в 1790 году. С тех пор дача пережила нескольких хозяев, среди которых стольник Петра I, генерал Апраксин, и перенесла две серьезные перестройки. Последняя в 1820 году при княгине Уткиной. Тогда и появился дом, сохранившийся до 21 века. Дух господского имения сохраняли и другие владельцы. Но у советской власти были иные планы. За последние полтора века здесь были и богодельни, и даже коммунальные квартиры с детским садом. Несмотря на всю губительность времени, особняк уберег яркие черты классицизма. Прежний облик ему начали возвращать только три года назад. На 18-й год нам было выделено финансирование, по которому мы выполнили работу по главному зданию. Там были сделаны работы по реставрации кровли, усилению фундаментов. Частично были выполнены работы по конструктиву. Это перекрытие, усиление кирпичных сводов. С конца 90-х усадебный комплекс пустовал и разрушался, несколько раз горел. Из архивных документов и чертежей только акварельный рисунок 1840 года. По нему и воссоздали фасады служебного корпуса. Полностью восстановлена флажковая башня. По служебному корпусу готовность строительная довольно-таки высокая. Можно приблизительно сказать, что это больше 50%. С учетом того, что к работам сейчас уже приступили и ведутся работы уже внутри здания, это и, как я сказал, пополам, по перекрытиям, по отоплению, уже мы к инженерным сетям приступили. Также заканчивается работа по реставрации фасадов, это внешняя дуга. То к концу 2022 года готовность будет уже больше 70%. Строительные материалы подбирались с особой тщательностью и максимально приближенными к оригиналу. В возведении дома, например, использовался путиловский известняк, первый строительный камень Петербурга. В истории реставрации были и уникальные находки. Вот, например, кирпичи, из которых возводилось здание. Клеймо изготовитель на них говорит о том, что в строительстве дачи использовался только высококлассный материал. В основном владельцы усадеб заказывали у частных кирпичных заводов материал для возведения своего усадебного строения. И здесь, как раз на усадьбе Уткиной дачи, мы нашли уже более 10 заводов производителей кирпичей, которые поставляли материал для строительства данного усадебного дома. Потолочный фриз в ротонде главного здания – это почти единственное, что уцелело из старинных интерьеров. По нему и восстанавливали утратившие элементы декора и лепнины. Утраченные детали лепного декора, которых не было в проекте, чтобы мы действительно произвели работу, именно научную реставрацию, то есть были подобраны аналоги, даже по городу. Несколько раз мы разные образцы приносили. По результатам общего, можно сказать так, ученого совещания, выбирались те или иные элементы, на основании которых уже выполнялись лепные работы и эти элементы устанавливались на фасад. В свою очередь ждут фасады главного здания, обновят мастера и чугунные балконы. Реставрация корпусов уткиной дачи – дело не ограничится. Будет облагорожен парк и прилегающий к нему водоем. В планах музейщиков создать общественное пространство. Музей городской скульптуры обещает не забыть и о Яблоневом саде, ведь он есть на том самом рисунке середины 19 века. Александр Атлагишев, Александр Аксенов, Мария Кудряшова, Юлия Копралова. Итоги недели. Телеканал «Санкт-Петербург». Не шутки ради, хотя и не без шутовства. Уличное искусство во всех своих ипостасях в Петербурге попадем на очень интересный фестиваль, но только после небольшой паузы. Дождитесь. Пройти огонь и воду в буквальном смысле – это только часть препятствий, которые преодолели участники соревнования среди команд пожарно-спасательных подразделений страны. Уже 43-й по счету. Турнир носит имя Владимира Дегтярева. Именно он первым использовал кислородный противогаз при тушении пожара в жилом доме. Александр Одинцов с подробностями. Техника пожарного, скорость атлета и хладнокровность, тактика соревнований среди отделений газодымозащитных служб к реальности приближены. Вряд ли. Конечно, в их работе будет такая вереница препятствий, но, как тут говорят, готовым надо быть ко всему. Хладнокровность, упомянутая ранее, нисколько не фигура речи. Так и это испытание тут называют преодолением огневой полосы психологической подготовки. Вскрыть двери, пройти огонь и воду, ликвидировать утечку горючей жидкости. Вскрыть дисковые пилой створки тоннеля, а затем пробраться сквозь лабиринты с перепадами высоты. Все это при полной амуниции с оборудованием на перевес. Сам легочный аппарат, маска, боевой топор, соответственно, фонарь. Ну и все вместе аппарат весит, по-моему, 15 килограмм. Плюс сама боевая одежда еще дополнительно. Ну, все вместе, наверное, килограмм 25. А это уже не просто полоса, целый корабль препятствий. Развертывание командам нужно провести в так называемой палубной надстройке. Зритель еще может увидеть, как гвардейцы пожарной охраны вскрывают двери, а вот дальше все скрыто от наблюдателей. Впрочем, и участникам состязания разобраться в обстановке изнутри не так просто. Нулевая видимость и задымление. Была поставлена задача разобрать конструкции, найти газовый баллон, который угрожал людям. Одно звено поднимается сюда, разбирает конструкцию, ищет газовый баллон, выносит его сюда. Второе звено занималось специальными работами на пожаре. Подачей освещения и спасение человека под завалом. В конце не просто эффектная точка для зрителей, а вполне себе задача. Нужно было развернуть шланг, рукав и поразить мишень. Считай, потушить пожар. Оба испытания довольно сложные, говорят эксперты состязаний. И то, и то встречается в повседневной деятельности. Если полоса препятствий более такое скоростное, динамичное упражнение, то корабельная надстройка, это тактическое мышление, у меня ориентируется в задымленных помещениях, совсем другой характер работы. За право называться сильнейшими газодымозащитниками борются команды подразделений Петербурга, Москвы, Ленинградской, Челябинской, Мурманской, Вологодской и других областей, а также команды из Республики Беларусь и Сербии. Соревнование газодымозащитников на приз имени Владимира Владимировича Дегтярева это многолетняя питерская традиция. Самая большая движущая сила пожарной охраны этой традиции. Соревнования среди звеньев и отделений газодымозащитной службы проводят уже в 43-й раз. Участники состязаний признаются свои навыки. Они оттачивают едва ли не ежедневно. И, конечно, не для того, чтобы выступить тут с лучшим результатом, а для того, чтобы в реальной жизни эффективно нести свою нелегкую службу. Александр Денцов, Артур Хабивов и Дарья Ермакова, телеканал «Санкт-Петербург». Шутить изволят, да еще как. Уличные артисты всех мастей и направлений на этой неделе были в Петербурге, фестивалили, актеры, музыканты, художники. Они не делили сцену, а творчески на ней сосуществовали. Искусство, которое не знает границ. Эксперименты и импровизация приветствуются. В такой атмосфере трудно быть просто зрителем. Это на себе испытал наш корреспондент Дмитрий Копытов. Возможно, парадокс, но фестиваль уличного искусства проходит не на улице. Отчасти из-за пандемии, отчасти из-за прохладной погоды. Однако, стены – это не предел для самовыражения. Так ли это, сейчас узнаем. А вы у нас княгиня Юсупова? Совершенно верно. И как вам в этом образе? Почему сегодня не на улице? Мы сегодня работаем в тепле. Обычно мы живем в русском музее. А сегодня мы путешествуем на фестивале творческого искусства. А это девушка из Средневековья. Скажите о себе, пожалуйста. А я девушка с жемчужиной сережкой. Музыканты, актеры, клоуны, мимы. Любовь к уличному искусству объединяет их всех. Есть даже современный акын. Правда, не казахский, а вполне петербургский. Что видит, о том и поет. В 21 веке это называется музыкальным фристайлом. Музыкант улыбается, но в интервью признается, выживать в пандемию было нелегко. Хотя уличного искусства ограничения коснулись, пожалуй, меньше остальных коллег по цеху. Сейчас, наверное, не очень живы в силу ограничений, которые мы имеем. Потому что не разрешают играть на улице, выступать. У нас, по сути, нету никаких правил, но в то же время и нету каких-то... Короче, из-за того, что нет правил, мы не можем в рамках них действовать. Поэтому просто все запрещено. И что-то вроде и периодически разрешают, потом могут любой день запретить. И ты не чувствуешь себя уверенным. Пока в фойе музыканты, жонглеры, импровизаторы развлекают публику, на входе уличные художники заканчивают свою новую работу. Чем не искусство? Они, конечно, еще не так известны, как Бэнкси, но со своей изюминкой. Остаются последние штрихи. Мы здесь с самого утра оформили две такие большие стены для этого фестиваля. Алексей, как многие творческие личности, взял себе псевдоним. Мелки. Любит работать мелками, за плечами художественная школа. Искусство улиц ничем не хуже того, что показывают в музеях, убежден молодой человек. А закрашенные портреты известных личностей, пусть и на трансформаторных будках, тот же вандализм. На мой взгляд, это изюминка нашего города, то есть, когда приезжают туристы, я считаю, что таких картин должно быть больше. С годами это чуть-чуть в массы пошло, то есть, раньше это было тубонелегально, и все думали, что это, ну, как бы, как преступление. Сейчас стало полегче, все больше каких-то открытых площадок для этого, вот, допустим, как этот фестиваль. Художника, как известно, обидеть может каждый, но зачем обижать, если такое искусство востребовано? В зале не было бы свободных мест, если б не ковидные ограничения. Живую, конечно, лучше, но в условиях пандемии мы вынуждены быть и готовы посмотреть по интернету. Мне все-таки больше это по душе, потому что, допустим, есть какая-то история, там нельзя ни подробно, ни поздороваться, ничего подобного сделать. Компетентург может считаться, но в какой-то степени столицей уличного искусства, какой думаете? Я думаю, что он не может считаться, он однозначно является столицей уличного искусства, потому что, если вспомнить даже наши прогулки по Летнему саду, по Невскому проспекту, то есть, когда бы вы ни пошли, в любой выходной, в любом месте вы найдете какую-то уличную группу, которая привлекает людей, дарит эмоции, шутки, смех, радость. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Сколько сегодня уличных музыкантов и актеров в северной столице точно подсчитать невозможно. Одни занимаются таким искусством, чтобы заработать, другие – для души. Ясно одно – современные трубадоры и в 21 веке заглядывают в Петербург и живут в нем. Правда, в последние годы их деятельность пытаются всячески узаконить. Хорошо это или плохо – сказать однозначно нельзя. Что для одних сумбур вместо музыки, для других – величайшее произведение искусства. Дмитрий Копытов и Владимир Беседин. Итоги недели. Сейчас о погоде. Синоптики говорят, что в Петербург пришел антициклон, но потепление не ожидается. Температуры будут ниже нормы, зато почти без дождя. Облачно с прояснениями. Завтра днем до плюс 9. На этой отметке столбик термометра задержится до вторника включительно. В среду днем на градус больше – 10 тепла. 11 в четверг, 13 в пятницу. Ну и всю неделю пасмурно. Это все на сегодня. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго.